Сочетание классики и современной музыки на одной сцене. В Одесской филармонии состоялся концерт, посвященный 26-летию отцу саксофона Адольфу Саксу. Гармонию артиста налаживали на протяжении недели репетиций. Камерный оркестр филармонии, трио Алексея Петухова и приглашенные гости и киевский квартет саксофонистов исполнили композицию Такаши Йошимацу «Киберптица». Одна из лучших современных саксофонистов Украины рассказывает, играть на этом инструменте непросто. Даже спустя долгие годы профессиональной игры на сцене она продолжает обучаться чему-то новому. Композиция требует серьезной отдачи, потому постоянная практика имеет ключевую роль в успехе концерта. Ощущение предвкушения чего-то хорошего перед концертом. Мы надеемся, что зрителям понравится. Примерно неделю мы потратили, потому что музыка новая. В таком составе в Украине она исполняется впервые. Это концерт японского композитора Такаши Йошимацу. Концерт называется «Киберптица». Я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за его помощь, потому что мы не первый год сотрудничаем. Он помогал в проведении и организации конкурса «Золотой саксофон». На сцене филармонии Киевский квартет саксофонистов празднует свой 35-й день рождения. Коллектив похорял сцены Франции, Бельгии, Германии, США и Канады. В их репертуаре украинский фольклор, джазовые композиции, классика и современная авангардная музыка. За последние несколько месяцев музыканты уже привыкли выступать для зрителей в масках. Признаются, поначалу было непросто, но услышав аплодисменты, все переживания уходят на второй план. Маски да без маски, ну, глаза, зеркало души. Вот когда глаза видишь, то, да, видишь, что им что-то нравится. Когда поворачиваешься к лицам к оркестру, уже их не существует. Тут идет своя жизнь, своя работа, музыка. Поэтому так иногда что, вот в театре особенно, когда какой-то спектакль такой интересный, сложный. Я иногда спиной чувствую напряжение в зале. Перед выходом на сцену музыканты на секунду останавливаются за кулисами и настраиваются на выступление. После карантинного перерыва инструменталисты и коллективы уже успели дать несколько концертов. Но каждый выход на сцену все еще как первый.